Добрый день, меня зовут Демидова Елена. Я хочу вам представить проект, который называется «Разработка программы развития практических и личностных компетенций учителей». Это социальный проект для оградов присутствия компании «Росатом». Мы видим следующую проблематику данного вопроса. Существует определенное устаревание методических разработок, быстрый темп развития технологий, нехватка времени у педагогов и дефицит и старение педагогического состава. Мы предлагаем... Целью нашего проекта является усилить профессиональные и личностные компетенции педагогов, и для этого мы предлагаем разработать сбалансированную по интенсивности программу, которая рассчитана на учебный год, которая позволит усилить профессиональные и личностные компетенции педагогов. Кто наша целевая аудитория? На примере города Лесной, Свердловской области, мы понимаем, что есть некоторое количество образовательных учреждений, и в них есть учителя-предметники и учителя дополнительного образования. Скажу сразу, что города присутствия компании «Росатом» бывает малочисленной, поэтому мы готовы тиражировать проект на соседние города, тем самым развивая целый регион. Кто же наши... Что мы планируем развивать? Это практические компетенции, так называемые hard skills у педагогов. В них входит, конечно, знание предмета, общепедагогические компетенции и социально-психологические компетенции. И, соответственно, личностные софт-скиллы, к которым можно отнести умение вести переговоры, развитие эмоционального интеллекта и так далее. То есть это бизнес-мышление. Мы разработали предварительную программу проекта, предложили на данном слайде некоторые самые любимые нами форматы. Это интенсивы, которые можно проводить в течение выходных дней, приглашать популяризаторов науки, которые разрабатывают и внедряют инновационные практики. Это практики, естественно, представителей компании «Росатом». И очень важно развивать компьютерную грамотность у педагогов. Софт-скиллы. Также мы хотим развивать тренингами, инновационными практиками, мастер-классами и опосредованно сформируем клуб активных педагогов, которые будут сами себя обучать в будущем. Мы приглашаем в партнеры представителей Джар-департамента компании «Росатом», представителей департамента КСО и представителей корпорации «Росатом» в регионах. От регионов мы бы хотели посотрудничать с департаментами образования, директорами школ и со всеми неравнодушными людьми. Просим поддержать спонсорский проект компании «Росатом» для его реализации на местах. Проект легко масштабируется на другие города компании, присутствие с учетом индивидуальных настроек и специфики региона. И, конечно, с учетом задач, которые ставит перед собой компания в развитии человеческого потенциала. Результатами проекта мы видим шаг вперед к созданию бизнес-мышления у педагогов. Очень важно сократить разрыв связки школы-вустработодатель, выход на новый уровень развития профессиональных и личностных компетенций и создать сообщества гибких и мобильных педагогов, которые будут использовать инновационные программы. Мы уже реализовали несколько проектов, как коммерческих, так и социальных, и работаем в команде следующим составом. Спасибо большое. Я буду рада ответить на ваш вопрос. Да, переходим в категорию «Вопросы». Спасибо за то, что уложились в тайминг. Итак, первый вопрос. Какие мероприятия проекта уже успели реализовать, если мы говорим не про опыт команды в целом, а именно внутри проекта? Есть ли что-нибудь или это пока идея? Нет. Это программа, которая разрабатывается под задачу. Если мы говорим о проектах, которые мы реализовали, это можно их разделить на коммерческие и социальные. Коммерческие – это профнавигация, которую забрала высшая школа экономик к себе, в первую очередь, до вуз. И, соответственно, в департамент большой компании КСО мы реализовывали проекты социального характера, развивали, соответственно, целевую аудиторию педагоги, целевую аудиторию детей и предпринимателей в регионах присутствует тоже большой корпорации. Как планируете привлекать педагогов на вашу программу и как будете удерживать на столько долгом треке вообще обучения? Как я уже говорила, мы работаем на местах с департаментами образования. Обычно в регионе есть несколько школ, которые действительно заинтересованы в развитии своих кадрового состава, и они с удовольствием идут на сотрудничество, предлагают даже свои какие-то решения под проект. То есть эта программа – это прототип программы. Мы готовы на акселераторе выходить уже в регион, который нужно развивать, общаться с людьми на местах, в том числе с КСО «Росатома». Как планируем удерживать? Я думаю, что программы длительные, они могут быть как длительные, так и краткосрочные, но когда ставится цель, непосредственно идет инициатива от департамента образования, в любом случае педагоги приходят и обучаются. Спасибо. Елена, вопрос. Какие инвестиции нужны сейчас и в дальнейшем? Что сейчас необходимо вообще проекту? В первую очередь, это спонсорская поддержка, разработка программы «Набор педагогов». У нас есть пул, с которыми мы уже работаем, мы со временем его расширяем. То есть мы собираем свой проект как конструктор. То есть мы видим проблемы и понимаем, какой из наших преподавателей может решить данную задачу. Поэтому мы масштабируемся. И, конечно, у каждого проекта есть затраты на командировки. Мы готовы выезжать в регионы на превизиты, на разработку программы, на материалы, которые нужно будет затрачивать. Все это просчитывается индивидуально после беседы с представителями КСО и регионов. То есть... Сам формат обучения у вас всегда очный, гибкий, онлайн какой? Вот смотрите, сейчас я через один снова выйду в эфир и расскажу вам про онлайн. Вообще мы очень любим ездить в регионы, делаем это с удовольствием. Все регионы уникальны, поэтому мы, конечно, в силу ВУКа мира и педагогической истории предпочитаем лично присутствовать и общаться с педагогами. Но возможность онлайна тоже есть. Продолжение следует...